Только в минувший вторник по улице Мицкевича на участке от Ленина до Советской не стало 15 каштанов. Эта мера вынужденная, поскольку некоторые деревья были посажены во времена Брест-Литовска. А это ни много ни мало, почти век. Такие экземпляры принято называть старожилами, но аварийными. Наверняка многие из нас замечали на тротуарах мелкие ветки, падавшие зеленых старцев. Чтобы в один прекрасный день на голову горожане упала ветка побольше да повесистей, старые деревья нужно спиливать. Первый этап этой работы уже проведен на участке от улицы Советской до улицы Комсомольской. В этом году мы посадили 11 деревьев и продолжили следующий этап работы. Это по сносу еще порядка где-то 10 деревьев, из которых где-то дерево 4. Это дерево, которое уже были сухие и угрожающее своим падением. Аварийные так называемые деревья. И еще ряд деревьев, которые подготовлены места для последующей посадки молодых деревьев. Некоторые жители очень ревностно относятся к сносу старых деревьев. Был случай, когда женщина, увидев окно рабочих спиливающих каштан, посаженный ее дедом, выбежала на улицу и в знак протеста обняла руками огромный ствол дерева. Несмотря на пышную крону и крепкий ствол, внутри дерево может оказаться гнилым. И чаще всего это касается именно старых представителей городской флоры. Поэтому недавно появившиеся пеньки на Мицкевичах – необходимые условия для безопасности прохожих. Сегодня американские пенькогрызы освобождают приствольный круг для последующей высадки молодых деревьев на той же аллее. Порядок удаления пересадки объектов растительного мира регулируется 37-й статьей закона о растительном мире Республики Беларусь. В данной статье определены случаи, когда можно производить удаление растений. В частности, это когда производится строительство, когда деревья находятся в ненадлежащем состоянии, когда требуется их удаление после чрезвычайной ситуации, когда мешают эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с законодательством Республики Беларусь и иных случаев, предусмотренных нашим законодательством. Хочется отметить, что удаление объектов растительного мира можно производить только тогда, когда невозможна их пересадка. Вот уже на протяжении нескольких дней сотрудники зеленстроя усиленно трудятся на Комсомольской, производя формовочную обрезку крон. Инициатором этой процедуры выступило руководство троллейбусного парка. Дело в том, что разветившиеся каштаны могут стать причиной замыкания троллейбусной линии или вовсе лишить рогатый в кавычках транспорт подачи электричества. Когда дерево разрастается, ветки попадают в контактные сети. И при сильных ветрах происходит, в связи с тем, что ветки ударяют по проводам, может произойти короткое замыкание, как следствие либо обрыв провода, либо отключение подачи электроэнергии и остановка городского транспорта. Часто прогуливаясь в тени деревьев, жители не обращают особого внимания на старые и сухие растения, вес которых порой равен 2-3 тоннам. Мало кто задумывается, что такой экземпляр может стать причиной несчастного случая. Несмотря на то, что для многих из нас каждое срубленное дерево, как живая рана на сердце, такая процедура – мера необходимая и делается исключительно для нашей безопасности.